Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую всех, кто на гречневом марафоне, кто со мной. Я пропустила два отчетных дня, потому что вчера мы ездили в Падуэ, и, в общем-то, весь день я была занята тем, что я была со своими детьми. Снимала огромное количество потрясающего стрит-стайла, и, в общем-то, это было интересное, скажем так, интересные два дня, потому что субботом мы пошли, ну, конечно же, куда же без этого, в ресторанчик. Очень мои дети любят ресторанчики, вообще они любят очень-очень такие вылазки, и, в общем-то, ничто не оставалось, как угодить семье и пойти в ресторанчик. Я могу сказать, что все для меня прошло очень-очень хорошо. Я поела, что называется, салат-бар, потому что в Италии это распространенная ситуация, насколько я помню, в России также. Я поела порезанные кусками помидоры, кусочками помидоры, и, соответственно, зелень, какая-то листовая зелень была. В общем-то, заплатила за это 10 евро и пожалела о том, что вообще что-то взяла, потому что, на самом деле, пока мои ждали полноценное блюдо, пока они его поедали, я отпросилась и побежала снимать свое средство. Вся моя семья относится сейчас очень-очень лояльно, все понимают, что это стало моей работой. Скоро я запишу видео о своих целях, это будет последний раз, когда я открою свои доходы здесь на канале, потому что иначе это может выглядеть как некое хвостоство, но, соответственно, поскольку снова мой заработок станет моей целью, это будет последний раз, где я озвучу свой доход, и теперь, да, моя семья относится несколько иначе. Ну, на самом деле, я им признательна, они всегда очень серьезно относились к тому, что я делаю, прежде всего, понимая, что мне это очень и очень нравится. И я оставила свою семью, поэтому, в общем-то, вот такой семейный обед произошел для меня очень-очень легко. Я поела то, что я хотела и побежала по своим делам, потом вернулась, дети уже практически все доедали, все были сыты и довольны, и, в общем-то, мы потом пошли гулять. И, соответственно, я рассказывала о субботнем дне, это был обед, с утра я снова попила свой чай, у меня нет возможности выдавить лимон, на самом деле, иногда есть возможность, точнее, иногда я вспоминаю, но у меня действительно нет возможности временной. А когда я хочу себе такой чаечек сделать, либо я уже уставшая, мне лень мыть лимон, его выдавливать, либо его резать, замешивать все это с медом, соответственно, я традиционно пью свой зеленый чай, который почему-то стал мне казаться в последнее время очень-очень горьким, добавляю туда перец, добавляю туда куркуму, и после этого мне очень-очень хорошо жарко, я чувствую такую хорошую бодрость. Потом мы поехали в Паду, и я была, что называется, аджитата, эмоционато, то есть мне хотелось снимать людей, и, на самом деле, когда я вижу людей красиво одетых, классно одетых, которых я не могу заснять, потому что, например, мы проезжаем мимо, я не могу выбежать из машины и остановить обращик своего стритстайла, и я очень-очень сожалею, поэтому, в общем-то, я была, что называется, предчувствую, что я сниму очень много классно, красиво одетых людей, потому что, действительно, итальянцы именно на выходных одеваются очень красиво, они ходят в церковь и одеваются красиво, они ходят гулять, одеваются красиво, большое спасибо одной зрительнице за идею, я запишу видео. Это видео будет интересно, я думаю, очень многим зрителям, минималистам на моем канале, потому что я расскажу, как итальянцы проводят время, классно проводят время, не тратя ни цента своих денег, ну либо прямо-таки минимально где-то на чашечку кофе, возможно, потратившись. Обязательно это видео посмотрите, если подобная тематика минимализма вам интересна, потому что действительно часто мы представляем себе наш досуг с возможностью потратить и с необходимостью потратить. Но это совершенно не так, либо очень часто это не так. И вечером мы вернулись домой, я тоже на радостях, что я очень много всего это снимала, я полностью загрузила свою память, память телефона мужа, побежала все это скачивать, побежала монтировать, и кто помнит субботний вечер, знает, что уже в субботу вечером видео вышло. Соответственно, я тоже пропустила свой ужин, как правило, я сажаю всю семью ужинать, извиняюсь, чуть-чуть с ними сижу, пью чай, извиняюсь и ухожу, например, в душ, то есть делать какие-то свои дела. Но опять же, вся семья относится к этому очень лояльно, потому что мы долго гуляли, мы классно гуляли, мы вернулись и очень-очень много дел, соответственно, вот такой вот режим. К сожалению, да, я не присутствую со своей семьей за принятием еды, это может быть обед, это может быть даже долгий какой-то завтрак выходного дня, либо ужин, но, в общем-то, для меня, что называется, нормально. Я свое чуть-чуть посидела, чаечек свой попила и потом побежала делать то, что мне нужно. Соответственно, это вот вам такой, скажем так, вариант времяпрепровождения, время самочувствия своего за столом, потому что действительно сидеть, не знаю, какой-нибудь хороший час, пока твои дети поедают основное блюдо, компот допивают и десерт просят, это достаточно, достаточно сложно. Если в вашей семье долгие трапезы, если в вашей семье долгие трапезы, это норма, то, возможно, вот такое чуть-чуть посидела и потом извинилась и вышла из-за стола, возможно, это, скажем так, ваш вариант, чтобы чувствовать себя комфортно на гречной диете, но и потом на своем последующем питании. Потому что потрясающее открытие, которое со мной случилось, заключается как раз таки в том, что у меня теперь очень мало времени уходит на готовку еды для самой себя. Я, как говорила, иногда предпочитаю и овощи даже не тушить, а просто помыла и сырыми их съела. Ну и также уходит малое количество времени на само поглощение этой еды, потому что раньше, опять же, овощи себе потушишь, чем не полезная еда. Рисик рядом положишь, все это съешь, потом посуду нужно мыть, потом, в общем-то, нужно больше времени на то, чтобы всю эту пищу принять. В пятницу мой рацион ничем не отличался. Я действительно ем один раз в сутки, это обед, но я никак, что называется, себя не насилую. То есть для меня вот такой принцип питания, он, во-первых, привычен, а во-вторых, очень-очень комфортен. Одна зрительница снова меня спросила, Яна, вы на интервальном голодании? Нет, специально я не на интервальном голодании. Более того, я считаю, точнее, насколько я представляю себе, интервальное голодание исключает принятие любой жидкости, кроме воды, поскольку я пью чай, мне кажется, все-таки это уже не интервальное голодание. Но действительно у меня проходит между одним и другим принятием еды, то есть если я обедаю, это примерно в 2-2.30 происходит, то потом следующее и последующее принятие еды примерно в 12.30 у меня случается чуть-чуть раньше, чем 2 часа. И, соответственно, вот таким образом как-то у меня все происходит. Вечером иногда я, что называется, перекусываю какой-нибудь редиской, каким-нибудь кабачком, но, опять же, это не полноценное принятие еды, это прямо-таки одна редиска, одно соцветие цветной капусты, которую я отрезала, пока, допустим, детям что-то готовила на гарнир. И вот таким образом я питаюсь, поэтому все у меня проходит хорошо. Хорошо. Единственное, что многие, возможно, заметили, либо могли заметить, у меня появились прыщи на лице. И, конечно же, этого не должно быть, потому что питание очищается, соответственно, и кожа должна выглядеть лучше. Но я связываю эту ситуацию с не очень чистой банкой для массажа. Признаюсь, я ленюсь каждый раз ее споласкивать, тем более с мылом. В лучшем случае вот так прополаскала и, в общем-то, на лоб ее приложила. А в тот вечер, когда я записывала свой массаж, потом эту банку я отнесла и положила на прикроватную тумбочку, а потом мне было лень ее мыть, я уже согрелась под одеялом, Данечка уснула, и я давай себе массировать лоб. И, по всей видимости, ну, какая-то, возможно, инфекция, не знаю, как это называется, попала. Но на этом я не успокоилась, я решила, когда с утра увидела некое раздражение, выдавить себе прыщик вот здесь, где-то вот здесь еще и вот здесь. Ну, на самом деле, где места, где баночка хорошо присасывалась, там у меня прыщи вышли. Думаю, что это связано именно с этим, поэтому, пожалуйста, если вы увидели такие усыпания на моем лице, пусть это вас не удивляет. Я, на самом деле, до сих пор нахожусь на гречневом марафоне, ничего другого не ем, более того, никак не связываю эти прыщики именно с очищением своего организма, потому что я говорила, что до этого достаточно мое питание было примерно таким же, но связываю это ни с чем иным, как, скажем так, с отсутствием гигиены своей банки для массажа, которую я непосредственно использовала вот буквально несколько дней тому назад. Дорогие зрительницы, я надеюсь, что многие из вас уже чувствуют основные изменения, что очень многие почувствовали, у кого был заложен нос, либо периодически болело горло, что оно стало болеть меньше горла, либо вообще перестало болеть. И на самом деле на это очень сложно обратить внимание, потому что когда горло вдруг перестало болеть, оно просто вдруг перестало болеть. И когда нос вдруг стал дышать, мы это связываем с чем, как было в моем случае, совсем с чем угодно, только не с переменой питания. Если бы не зрители, которые написали мне, Яна, конечно же, у вас разложила нос, вы убрали все молочно, я бы, наверное, и не обратила на это внимания. Именно таким образом начались мои чудесные открытия при помощи зрителей, которые оставили определенные комментарии в отношении просто тех изменений, о которых я рассказывала. Я очень надеюсь, напишите мне в комментариях, произошло это так или нет, потому что очень многие веганы пишут, что да, это так, что выделение на глазах стало гораздо меньше, либо они полностью ушли. Сейчас я рассказываю о тех изменениях, которые приходят очень быстро. Другие изменения, они приходят чуть позже. Ну и напишите мне, мне прямо-таки интересно, потому что из меня вот эта энергия, она просто бьет. Я, например, стала гораздо меньшее количество часов спать. Более того, я поняла, что если я лягу в какие-нибудь 10-30, я просто-таки не засыпаю. То есть мне не нужно такое количество сна, как было до моего гречного марафона. Не знаю, то ли прямо-таки вот такое аскетичное, скудное питание дает свои результаты, то ли именно гречка в сочетании с овощами дает такие результаты, пока я к своим выводам не пришла. Пока я к определенным выводам не пришла, но поскольку именно вот эти ощущения дает мне гречный марафон, я буду его продолжать. Для меня гречный марафон закончится в среду, это будут 10 дней гречного марафона. Я обязательно буду повторять его в течение года несколько раз. Я сразу скажу, что я не боюсь вот такой монодиеты в течение 10 дней, потому что не думаю, что за 10 дней может произойти что-то нехорошее с моим организмом. Более того, вот эти 10 дней для меня это не что иное. Как дать своему организму, своей пищеварительной системе прежде всего отдохнуть. Помните, что иммунитет человека, он зависит от как раз-таки нашего питания, потому что наш иммунитет, он расположен в нашем кишечнике. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова, увидимся очень скоро. Всем гречанкам привет обнимаю. Пока-пока.